120 сотрудников акционерного общества «Карболит» обеспечивают работу одного из крупных индустриальных парков Подмосковья. Почему «Карболит»? Более века назад здесь, в Орехово-Зуево, производили смолу. Отсюда и название. Сейчас площади используют под сдачу в аренду разным предприятиям. На территории 53 гектаров работают свыше 60 компаний-резидентов. Ответственность высокая, говорит Олег Красуленков, специалист по охране труда и промышленной безопасности. В своей работе он считает главным приоритетом своевременное повышение квалификации персонала. Поэтому абсолютно все работники прошли обучение на дистанционной платформе «Курсон». Прогресс подготовки всех сотрудников Олег Николаевич отслеживал в кабинете предприятия. Начальник коллекторцеха Маслов Андрей Александрович. Вот его успехи в учебе. 100%, 100%, 99%. А вот здесь вот 31%. Надо бы его подогнать. И низкий уровень подготовки, пишет программа. Очень удобно. Есть возможность контролировать процесс обучения работниками. Вот. И если люди где-то застряли на каком-то этапе, можно их подогнать, подтолкнуть, чтобы они продолжили обучение и вовремя подготовились к задаче экзамена в Ростехнадзоре. Нам позволено пользоваться видеокурсом вплоть до дня сдачи экзамена. То есть человек подготовился, а потом у него какой-то пробел был при сдаче экзамена, да, он из головы что-то полетает. Вот. Нам дает возможность, то есть готовиться до тех пор, пока не будет вызов на экзамен в Ростехнадзоре. То есть до этого дня. Очень удобно, очень хорошо. Сергей Щербаков, руководитель службы развития, отмечает, что сдать экзамен в Ростехнадзоре ему помог онлайн-тренажер, разработанный специалистами Курсона. Система тестирования устроена так, что при подготовке к аттестации сложные для вас вопросы тренажер будет задавать снова и снова. И так до тех пор, пока вы не ответите верно. Для лучшего усвоения материала в подсказке будет пояснение. На дистанционной платформе Курсон буквально недавно проходил курс по промышленной безопасности категории А1. Собственно, после этого сдал экзамен. Экзамен сдал с первого раза. Поскольку на данной платформе все обучение проходило достаточно в понятной форме. Обучился, сдал. С тренажером сталкивался. Он помогает очень хорошо понять, во-первых, сам материал, потому что, когда одно дело, ты получаешь что-то в виде повествования, другое дело, когда ты уже это проходишь через практику. Без этого, я считаю, было бы гораздо сложнее. То есть я понял потом, постфактум, что уровень моей подготовки был выше, нежели чем у тех, кто сдавал со мной. Как раз успешная сдача экзамена в Ростехнадзоре обеспечивается возможностью тестирования на тренажере. Причем это можно делать неоднократно. Если с первого раза ты не прошел весь тест, не набрал определенного количества баллов проходного, можно повторить. Причем вопросы бывают разные, что позволяет охватить больше тем, получить больше знаний и уверенно сдать экзамен в Ростехнадзоре. Учебный центр «Технопрогресс» предлагает 500 учебных программ. Все дистанционные курсы и тренажеры размещены на образовательной платформе «Курсон». Каждый сотрудник «Карболита» от охранника, электрика, от водителя грузового транспорта к парку примыкает железная дорога до руководителя прошли обучение по своему направлению. Анастасия Сафонова на рабочем месте изучала охрану труда по видеокурсу и вопросам для самопроверки. Очень удобно и все понятно. А в чем удобство? В том, что это было дистанционно и можно проходить в любое удобное время для тебя. Олег Красуленков убежден, что от профессионализма сотрудников «Карболита» зависит безопасность не только его подчиненных, но и многочисленных сотрудников организации резидентов. Квалифицированный персонал обеспечит слаженную, спокойную и, главное, качественную работу на предприятии. Подтверждение этого – диплом, который получила компания «Карболит» за лучший индустриальный парк 2020 года. А в 2021-м компания стала лауреатом премии «Люди года» в номинации «Лучшая промышленная площадка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова